Половинка. Так называлась железнодорожная станция, куда в разгар войны сгоняли с фронтов воинов-калмыков и отправляли строить Широковскую ГЭС. Снимали с фронтов с передовой, несмотря на то, что многие имели боевые медали и ордена. Строили сначала железную дорогу до ГЭС, а затем взялись и за нее. Пласть жестокая война, сыновья всех народов защищали страну, а тут среди ее защитников нашли врагов и отправили по существу в концлагерь за колючую проволоку. В ноябре 1942 года в Первской области был организован Широковский лагерь. Заключенные должны были построить Широковскую и Вилухинскую ГЭС. Занимались вырубкой леса, строили лэп и железнодорожные ветки. Лагерь был относительно небольшим. В 1946 году там находилось 7,5 тысяч человек. Широк лаг отличался от других лагерей национальным составом заключенных. На станции Половинка был кирпичный завод, который обслуживала колонна трудомобилизированных немцев, но основную рабочую силу составляли снятые с фронта Калмыкии. Вот как вспоминал Широк Лаг один из участников строительства ГЭС Алексей Укурча Бадмаев. Команда 184 формировалась из фронтовиков в Сталинграде, но по пути на Урал на станции Камышин к нашему поезду прицепили два вагона с ребятами 1926 года рождения Калмыков, еще не на станции Кунгур, выяснилось, что конвойные всю дорогу их били и унижали. Правда, фронтовиков они побаивались. Сопровождавшие нас офицеры НКВД относились к нам вполне подчеловечески. После Сталинградской битвы я получил ранение, лечился в госпитале, был выписан в оздоровительный батальон. Отсюда приехал на сборный пункт Калмыков. Никто толком не знал, куда едем и зачем. Очутившись в зоне, за колючей проволокой, охраняемой солдатами, строили сначала железную дорогу до ГЭС, а затем взялись из-за нее. Работа была адская. С 6 утра до 6 вечера возили бетон на одноколесной тачке по 300-метровому бетонному трапу, установленному под углом, наверное, не менее 45 градусов. Полной тачкой несешься вниз, опрокидываешь котлован, а затем медленный, узнурительный путь наверх. Помню 10 столбов с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, через каждые 10 метров копаны вдоль трапа. Пот застилал глаза, и после гонки с тачкой вниз опять подъем, а тачка все тяжелела, не тяжелела. Кормили баландой, чтоб только ноги передвигал. Помню, до ГЭС рубили лес, корчевали пни. Задежь лишних пней сверхплановых давали ГЭЗ, горячий завтрак, жидкий суп. Если еще больше постараешься, покажешь рвение, то давали УДП, усиленный дополнительный паек. Люди надрывались, чтобы медь лишний кусок. Так хотелось есть. Многие умерли от голода и болезни. Помню своего друга Джалхаева Первью. Он служил в 4-м гвардейском кубанском казачьем кавалерийском корпусе, освобождал Кавказ. На фронте, за один его рейд, когда он со своими отделением вырубил две батареи противника, из-за которых стояла чуть ли не вся армия, Первью представили к званию Героя Советского Союза. Документы на представление дошли до призимдиума Верховного Совета из Кромсона и наградили его Орденом Красного Знамени. Побоялись дать героя представителю выселенного народа. Не могу забыть, как он тащил меня на тачке по 300-метровому трапу на веревке, привязанной к брючному ремню. Буксировал до самого верха. К тому времени я превратился в доходягу. Сил уже не было. Отдохнуть не давали, ибо разрешали болеть только когда сломаешь руку, ногу, ребро или при температуре. А у меня этого не было. От смерти спасла лишь случайность. Однажды в ночной смене, как обычно, с наполненной бетонным тележкой я бежал по трапу вниз, и вдруг от физической слабости, истощенный от недоедания, упал в обморок и чуть не влетел в глубокий котлован. Но идущий впереди меня товарищ успел удержать меня. После этого мне дали отдых на три дня. В последний день отдыха, когда дневная смена ушла на работу, пришли в барак и объявили, кто хочет идти на работу в ЧОС, часть общего снабжения лагеря. Согласились идти пятеро пожилых калмыков. За ним последовал и я. На складе нас заставили отделять годную для еды рыбу от тухлой. Работа легкая. Как-то заведующий складом спросил, есть ли грамотные среди нас, чтобы ему помогли переписывать документы. На мое счастье, я оказался среди них более грамотным. Я переписал по его указанию документы и ему понравился мой почерк. Поэтому он добился, чтобы я стал его помощником. Заведующий складом был заключенный по национальности немец. Тем не менее, это была фигура, с которой считали все руководство. Ведь всем хотелось выжить. И рядовому, и начальнику. Так, случайность помогла мне подняться на ноги даже окрепнуть. До сих пор благодарю судьбу и Роберта Клеймана. Завскладом первого отделения Широклага. Поработав так некоторое время, я набрался сил. Неделька, другая. На 19-летнего парня подействовали. Наклемался. Пришел в барак и там увидел перевью Джалхаева. Живого скелета, под ремрами у которого лихорадочно било сердце. Ослабевшим голосом он сказал мне, иди сдай за меня пар взносы. И через три дня его не стало. Люди были настолько истощены, что еле волочили ноги. Добавок ко всем страданиям примешивалась незаслуженная обида, что нас, воинов-фронтовиков, держали за колючей проволокой, как уголовников, пленных немцев. Однако настолько велика была вера в святое дело защиты Родины, что воины калмыки убегали на фронт из Широклага. Их ловили на железной дороге, без особого труда выявляя по внешности. Однажды подошел Михайлов Бимбя и предложил, давай сбежим на фронт. Глядя на него худые и запавшие глаза, я сказал, у меня сил не хватит. Тогда он попросил у меня махорки, и я дал ему три стакана. Уже в наши дни я встречался с ним в листе. Он рассказал мне о своем побеге. Восемь раз они переходили реку Косеву, чтобы запутать следы. Но собаки не отставали. Вот тогда и помогла им моя махорка. Бимбя попал на фронт и закончил войну в Праге. С апреля 1945 года, особенно после победы, калмыков стали отпускать по домам. Меня, поправившись на дармовых шахчах на складе, не отпускали. Нас 25 человек отобрали и оставили для погрузочно-разгрузочных работ на станции Широкая. После отбытия последней партии калмыков, нас передали в колонию заключения номер 127, располагавшуюся недалеко от стройбата. Об этом я написал в Алтайский край своему родственнику Манджи Ливонову. Через некоторое время получил от него письмо о том, что умерла моя мама, а сестры расстались сиротами. И в детдом их не приняли. К счастью, начальник лагеря оказался человеком, написал резолюцию отпустить меня. Так я оказался в Алтайском крае, где почти 12 лет прожил, работая бухгалтером в колхозе, совхозе и МТС. На родину вернулся в марте 1957 года. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Лама в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта центрального курула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом Далай-Лама в Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтунгерл» – калмыцкий и русский переводы.